Благоустройство театрального сквера, которое ведется на площади около Ульяновского драматического театра, с апреля привело к неожиданным находкам. Обнажилась старинная кирпичная кладка, прежде стоявшего на этом месте здания. Что же предварительно выяснили археологи? Александр Вискалин рассказал и показал все на месте приостановленных благоустроительных работ. Это здание 18 века. Оно, что интересно, зафиксировано на картах 1779 года, 1780 года. В то время оно было винным магазином с подвалом, позже, наверное, оно стало почтой. На более поздних планах этого здания нет. По первоначальной версии археолога, скорее всего, где-то в конце 18 века, в начале 19 здание было разрушено. Но пока утверждать это он не может. Потом сверху выложили булыжную мостовую. Ее остатки заметны в разрезе, сделанном строительной техникой. Для меня такая приятная неожиданность оказалась. Мы выявили, что это здание было построено во рву засечной черты, которая как раз в этом месте примыкала к Симбирскому Кремлю, крепости Симбирской. В многослойном разрезе земли видно, как черная земля как бы ныряет вниз. Это, оказывается, по словам археолога, и есть склон рыба засечной черты. Ну, это тоже объяснимо. Здесь находилась засечная черта. После 1715 года она перестала быть укреплением. Гарнизон отсюда был выведен как раз в петровские времена. И стали люди строить на этом месте свои дома. И вот, видимо, строитель этого дома, он решил сэкономить, не рыть. Подвал для углубленного дома, да, а прямо вот во рву построил. По словам археолога, направление дома идет по линии рва, в противоречии со всеми остальными домами, поперек. Заканчиваются следы рва по краю асфальтированного проезда вблизи здания правительства Ульяновской области. И этому свидетельствуют своеобразные углубления, обнажившиеся под снятым асфальтом. Вполне возможно, дом правительства тоже находится на линии рва засечной черты. Гораздо лучше продолжение рва, примыкающего к Симбирскому Кремлю, видно около памятника Карлу Марксу. Границы сохранившегося фрагмента западного рва крепости, который начинается южнее памятника и проходит по территории сквера вдоль восточной стены музея Симбирской классической гимназии, были уточнены Александром Вискалиным во время археологических исследований, проведенных ранее. По словам археолога, примерно в районе памятника возвышалась северно-западная башня Симбирского Кремля. Потом стена вместе с рвом перпендикулярно поворачивала в сторону современного здания Дворца Книги. Рув был треугольной формы, глубина его была под 5 метров, ширина около 12-15 метров была. То есть это было весьма солидное по тем временам препятствие. Поэтому неудивительно, что Степан Разин со всем своим 25-тысячным войском никак не мог в течение месяца взять Симбирск. Так что, как сказал Александр Вискалин, хода без добра не бывает. Благодаря неожиданной находке в районе драмтеатра удалось еще раз уточнить границы очень важных для города объектов в год его 370-летия со дня основания. Другая уже краеведческая находка – подвал обнаруженного дома, вполне возможно, по словам археолога, являлся камерой для пойманного бунтовщика Емельяна Пугачева, которого перед казнью в 1775 году держали в Симбирском подвале. С подобным вопросом к Александру Вискалину обратился один из местных краеведов. Известно, что его содержали в каменном подвале. Я вот посмотрел по планам, так ближайших каменных подвалов нету. Это единственное здание в окрестностях, где, собственно, это могло происходить. Потому что все остальные – это одноэтажные дома, одноэтажные застройки, деревянные. Никаких таких подвалов, где можно государственного преступника поместить, конечно, не было. Очередная рабочая версия, где держали в Симбирске Емельяна Пугачева, есть. Теперь историкам предстоит исследовать и в этом направлении. Как долго продлится пауза в благоустройстве театрального сквера, пока неизвестно. Дело в том, что проводить археологические работы мы не имеем права. Для этого запрашивается специальное разрешение, открытый лист. И требуется определенное время, до двух-трех недель, на его получение. Но, тем не менее, мы пока предварительно посмотрели. Это же подтвердила помощник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова. Соответственно, у нас, скажем так, образовавшаяся, случайно, тем не менее, пауза. Это определенная процедура с открытым листом Минкульт-РФ и так далее. И у нас сейчас есть пауза и для архитекторов, и для разработчиков ПСД, для того, чтобы при необходимости внести какие-то корректировки. Пока вопрос о дальнейшей судьбе объектов археологии открыт. Как говорит помощник губернатора по архитектуре и градостроительству, вполне возможно, на месте выявленного исторического объекта могут появиться археологические окна. То есть, планируется кирпичную кладку старинного дома спрятать под стекло. Или появятся другие маркеры места. Это архитекторы после консультации с археологами должны решить в ближайшее время. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.